Майя, ты сама как часто сдаёшь тесты? Я тестируюсь раз в три месяца. До контактной профилактики. Это препараты антиретровирусной терапии, которые используются в лечении людей, у которых уже положительный ВИЧ-статус, для того, чтобы подавить их вирусную нагрузку. И эти же препараты уместны в ситуациях, когда у человека высокий риск инфицирования. Можно начать принимать эти препараты заранее. И если препараты накапливаются в организме, и вирус ВИЧ попадает в организм, где эти препараты уже накоплены, то вирус не может инфицировать человека. И при правильном использовании до контактной профилактики вероятность инфицировать ВИЧ стремится к нему. Препараты не рецепторные, их можно пойти купить самостоятельно. И стоят это 900 рублей за обе пачки, которых хватает на месяц регулярного употребления. Тут есть небольшой нюанс, что с женщинами это работает несколько иначе. Особенности строения тканей, в которых препарат накапливается, в том смысле, что при вагинальном сексе там защита тоже стопроцентная, и при анальном сексе защита стопроцентная. И препараты накапливаются за несколько часов. При вагинальном сексе там, по-моему, неделю до секса, и потом уже препараты накапливаются. А с оральным что? Там риски скорее теоретические. На практике это не происходит. Из-за всей истории наблюдения за эпидемией ВИЧ было зарегистрировано всего несколько случаев инфицирования через оральный секс. Куда легче через оральный секс получить сифилис, хламидию или гонорею. Получается, можно выпить эти таблетки и вести беспорядочную половую жизнь? Ни в коем случае, потому что к началу приема доконтактной профилактики нужно подходить крайне осознанно и в идеале вообще под наблюдением инфекциониста. Начнем с того, что доконтактная профилактика провоцирует некоторых людей к более частым незащищенным половым контактам. Они начинают реже пользоваться презервативами. Один из нюансов это то, что прежде чем начинать принимать доконтактную профилактику, человек должен быть уверен в том, что прямо сейчас у него нет каких-то других инфекций, передающихся половым путем. В противном случае, как я уже сказала, он, возможно, начнет реже пользоваться презервативами и будет другие инфекции передавать другим людям. Так, и вот ВИЧ-позитивный человек принимает, пьет эти таблетки. Насколько можно считать его жизнь полноценной, как у любого другого человека? В этом смысле человек, принимающий терапию, живет так же долго и так же качественно, как если бы у него ВИЧа не было. Может иметь детей, женщина... ВИЧ-отрицательный. Да, женщина, принимающая терапию, может зачать, выносить, родить здорового ребенка без риска передачи вируса ребенку. Могут заниматься спортом, есть то же самое, доживать до старости. В общем, все то же самое. Когда человек узнает, что у него положительный статус, он начинает принимать терапию. Терапия направлена на то, чтобы подавить вирусную нагрузку. То есть концентрация вируса в организме становится настолько маленькой, не сразу, но в скором времени. Три-шесть месяцев по-разному. Там плюс-минус нюансы есть. По достижению так называемой неопределяемой вирусной нагрузки человек не способен передать вирус другим людям. То есть если у человека неопределяемая вирусная нагрузка, у него, может быть, ВИЧ и есть, но он его точно не передаст. Получается, если ты в тесте увидел две полоски, у тебя положительный результат на ВИЧ, ты можешь принимать эти таблетки 900 рублей в месяц. Там немножко другая схема. Доконтактная профилактика. Меньше надо. Там два действующих вещества. В терапии для тех, у кого уже положительный статус, там три действующих вещества. Хорошо, сколько стоит? Все это дается бесплатно за счет государства. ВИЧ – это социально значимое заболевание. Государство заинтересовано в том, чтобы люди лечились. Поэтому, когда человек узнает, что у него положительный ВИЧ-статус, он становится на учет в спид-центр. В каждом регионе, в каждом городе есть свой спид-центр. Информация о том, что человек стоит на учете, не выходит за пределы спид-центра. Поэтому сам человек решает, кому он скажет о своем ВИЧ-статусе, кому не скажет. И там, в спид-центре, ему подбирается терапия. Так, и вот ты принимаешь терапию бесплатно. И спустя, условно говоря, полгода ты живешь абсолютно такой же, полноценной жизнью. И у тебя даже нет риска передать заболевание кому-либо. Да. Теперь насчет групп риска. То есть, всегда говорят, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации, люди, которые употребляют наркотики, сотрудники коммерческого секса, наиболее подвержены заболеваниями различными. Есть два способа передачи вируса. Через кровь и незащищенный половой контакт. Половой контакт, понятно. Через кровь это как? Ты колешься, грубо говоря, да? И вот один человек, другой человек, да? И вот через кровь у вас передалась инфекция. Но сейчас же такого нет. Шприцы очень дешевые, можно купить в любой аптеке. Почему? Кровь до сих пор относится к одному из основных. Если мы говорим о способах передачи через незащищенный половой контакт, то мы имеем в виду именно вагинальный и анальный секс. И незащищенный секс с ВИЧ-позитивным человеком, в принципе, это далеко не стопроцентная вероятность инфицирования. Основные риски всегда у принимающей стороны. С сдающей стороны риски всегда порядка 7%. Речь идет о тех случаях, когда у мужчины, который находится с сдающей стороны, не инфицирован ВИЧ, принимающая сторона инфицирована. Да, да. И в этом случае, если у вас незащищенный половой контакт, у тебя 7% за позиции. Да, да. У женщин при вагинальном сексе порядка, скажем, 20. Короче, самые высокие риски при анальном сексе у принимающей стороны. Собственно, именно поэтому в сообществе мужчин, практикующих секс с мужчинами, происходит эпидемия. Не потому что это мужчины и мужчина сексом занимаются, а потому что они практикуют анальный секс. И любая женщина, практикующая анальный секс, рискует точно так же. При незащищенном анальном сексе принимающая сторона рискует риски порядка 30-40%. О способах передачи через кровь, да, мы говорим конкретно об инъекционном потреблении наркотиков. Когда игла от предыдущего потреблявшего передается сразу следующему человеку, который может содержаться в крови. В остатках крови может содержаться в крови. Достаточное количество вируса. Например, мефедрон. Он работает таким образом, что многие принимают его не единоразово, а марафоном, ну типа догоняясь на протяжении какого-то времени. Нужно много инъекций. Если это групповое употребление мефедрона, то это уже там 50 шприцов. А когда это большая компания, и все по несколько раз употребляют, когда у всех помутненное сознание очень сложно, становится разобраться, да, где чей шприц лежит. И тогда уже да пофиг. Во-первых, шприцов нужно много. Во-вторых, они все уже перепутаны. У всех помутненное сознание, когда нужен чистый шприц, в таком сознании уже без разницы. Вот ломка, и человек достает дозу. Первая мысль у него, это вот что дозу нужно сейчас получить, да, и нужно поставиться ею. И до того, чтобы найти там чистый шприц, вообще нет никакого дела. Нам кажется, что это логично, да, шприцы дешевые, типа возьми да используй чистый, но вот на практике это так совершенно не работает. Так, что делаем? Мы скрываем, давай я сначала. Экспресс-тест на антитела. Он оральный? Да, его можно сделать и по крови, и, наверное, теоретически даже по мочи, но мы будем делать по слюням. В чем разница между слюной и тонной? Да, смотри, принцип действия на самом деле у них одинаковый в том смысле, что когда вирус попадает в организм человека, иммунная система вырабатывает антитела. Антитела присутствуют во всех жидкостях, как в крови, так и около десневой жидкости, которую сейчас мы будем брать. И, собственно, мы сейчас лопаточкой соберем около десневую жидкость, поставим его в реагент, и если проявится одна полосочка, это просто будет говорить о том, что тест исправен, он сработал, и все, все хорошо, ничего нет. Если появится вторая полосочка, это будет свидетельствовать о том, что в организме есть антитела. Тест высокоспецифичный, то есть он реагирует на конкретные антитела, которые вырабатываются организмом в ответ на наличие конкретного вируса, то есть вируса ВИЧ. Мы открываем колбочку. Это какая-то жидкость для появления раствора? Ну да. Раствор, если нет. Смотри, ты достаешь тест, не прикасаясь к обратной стороне лопаточки. По внешней стороне десен. Да, да, как будто зубы чистишь, только вместо зубов подерзну. А, ну я уверен. Обоими сторонами лопаточкой, по верхней нижней десне. Отлично, и вставляю лопаточку в колбу. Все? Да, отлично. Все, тест будет делаться 10 минут примерно. Обычно, когда он делается, он повернут ко мне для сохранения интриги. Я недавно сдавал, но все равно переживаю. Это вот, да, это естественный процесс. Даже когда я сдаю тест, несмотря на то, что я все знаю и понимаю, что это не страшно. Что ты обычно говоришь человеку, когда узнаешь, когда он узнает о том, что у него положительный результат? Смотри, во-первых, когда человек приходит, я оцениваю его риски. Если у человека высокие риски инфицирования, то, о чем мы говорили с тобой уже, что ВИЧ не опасен, плавно и ненавязчиво подготавливаю к тому, что если, когда я уже скажу, что у него положительный результат, для него это не было, по крайней мере, это все равно будет шоком, но, по крайней мере, он уже не будет думать, что он умрет. Человек по месту регистрации становится на учет в спидцентр, то есть, в твоем случае, в эфимский спидцентр, и получает там терапию. Терапию можно получать на 3 месяца. Тут такой есть нюанс, за УФУ точно не могу сказать. По международным стандартам ВОЗ, человек должен получать терапию сразу, как только узнал о своем положительном бичстатусе, независимо от того, в каком состоянии у него иммунная система, грубо говоря. Но у нас, в некоторых регионах, я не знаю, за счет УФУ конкретно, все еще действует по старым методам, когда человек приходит, ему говорят, а у вас еще иммунитет нормальный. Это из-за того, что препаратов в некоторых регионах на всех не хватает. В таком случае, получается, нужно будет идти самому заказывать, покупать. Если покупать все-таки самостоятельно, это вот какого, ну, какая цена? Ой, ценовый диапазон очень разный. От, наверное, 5 тысяч до 50. Все в порядке, Максим. Вторая, одна полосочка, отрицательный результат. Классно. Ладно. Я сделал вид, что я вообще не переживала, все было хорошо. Смотри, очень важно понимать, что у вируса ВИЧ есть период серонегативного окна, за который наличие вируса анализами. Полгода, месяц, от месяца до полугода, когда... В большинстве случаев, если через 3 месяца результат отрицательный, то все в порядке. Просто есть маленький процент людей, у которых антитела вырабатываются несколько дольше, чем в течение 3 месяцев. Но 99% что если через 3 месяца по такому тесту результат отрицательный, то все в порядке. А если вот прям истерика? Да, если истерика. Человек кричит, плачет. То я стараюсь узнать у человека, что именно его... Ну, по какому поводу он сейчас именно расстроен. Отвечает? Ну, не прямым текстом, конечно, но типа, ну что, ты платишь, да? Тоже... Нет, тебе не отвечает? Да, конечно. Ну, я могу спросить, что именно тебя сейчас беспокоит, да? И ты можешь сказать, я не хочу умирать, например, да? То есть ты боишься... Я не хочу умирать. То есть это страх смерти. И значит, ты думаешь, что вот типа ВИЧ, значит, это смертный приговор. Тогда мы приговариваем то, что это сейчас заболевание хроническое, но от этого не умираю, да? Или ты говоришь, что меня все бросят, от меня все отвернутся. И тогда я приговариваю другую информацию. Сообщать о своем статусе человек не обязан каждому встречному, да? И он не будет передавать в скором времени никому вирус и сможет иметь семью, детей и так далее. То есть в зависимости от того, чего человек боится. То есть ты находишь страх человека, спрашиваешь о том, что... Почему? Слушай, это не какая-то отработанная методика. Это как один из примеров. Потому что ситуаций может быть очень большое множество, да? И вот я просто смоделировала вариант. Слушай, если бы ты была министром здравоохранения, вот какой бы первый приказ, указ? В общем, что бы первым делом ты сделала вот касаемо ВИЧ? О-о-о! Я не могу ответить, потому что понимаю, что ВИЧ — это очень-очень много взаимосвязанных между собой нюансов, моментов. Как я уже, по-моему, говорила, сегодня ВИЧ — это заболевание социально значимое. То есть, например, чем стигматизирование группы, в которой вирус распространяется, тем легче вирус распространяется в этой группе. Как один из факторов, например, это снизить стигму внутри уязвимых групп. Да вот, не знаю, тот же, знаешь, закон о запрете пропаганды наркотиков, да, чем больше мы будем закручивать гайки для наркопотребителей в стране, абсолютно точно, чем сильнее у нас будет через наркопотребителей распространяться вирус. Они употреблять будут все равно. Что и как они будут употреблять, это другой вопрос. И чем гайки сильнее закручены, тем хуже все условия, в которых они это делают. Многие считают, что ВИЧ – это заболевание гомосексуальных людей, наркопотребителей и секс-работниц. Хотя по факту сейчас вирус ушел в основную популяцию, и большинство новых случаев инфицирования приходится у нас в России как раз-таки на гетеросексуальные, неизащенные половые контакты между обычными мужчинами и женщинами. Вирус касается сейчас абсолютно всех. 60% новых случаев инфицирования у нас в России приходится на гетеросексуальные контакты. Но все остальное поделите между наркопотребителями и гомосексуальными людьми на гомосексуальных меньше 10%. Так что это все взаимосвязано. И тут, когда ты отвечаешь на этот вопрос про министра здравосохранения, очень много всего. Нельзя просто дернуть один рычажок и проблемы исправиться. В общем, я слышал, что среди людей, которые практикуют половые связи с мужчинами, мужчин, которые с мужчинами, гораздо больший процент заражен ВИЧ, чем среди вот гетеросексуальных вар. Это связано, с одной стороны, с анальным сексом, безусловно. А с другой стороны, как раз-таки, с таким, например, фактором, как стигматизация. Потому что стигматизация провоцирует людей на более рискованное сексуальное поведение, на наркопотребление, которое тоже сопряжено с рискованным сексуальным поведением. Видишь, насколько все взаимосвязано. А какой процент? Какой процент инфицированных, позитивных среди МСМ? По нашим данным, меньше 10%. Каждый десятый гомосексуал в России более ничем. Например? Да. Играет роль такой фактор, как микротравмы. Чем больше микротравм, тем больше вероятность через эти микротравмы того, что инфицирование произойдет при любом виде секса, микротравмы происходят. При вагинальном сексе микротравмы тоже происходят, но их значительно меньше, чем при анальном сексе. Плюс кишечник сам по себе орган, который всасывает все, что внутренне попадает, включая жидкости партнера, в которых может содержаться вирус. Поэтому, если человек практикует любой вид незащищенного секса, то рекомендуется хотя бы использовать как можно больше смазки. Почему для дающего мужчины риски инфицирования самые маленькие? Потому что микротравмы происходят только на головке члена. Это по сравнению с объемами слизистой влагалища или кишечника гораздо меньше объема. Вот я сейчас тут нахожусь и вот вся эта история, стены, интерьер, в общем, ваш спидцентр вообще никак не похож на место, в которое люди приходят, задавать анализы. Чем вы отличаетесь от других спидцентров, кроме внешнего вида? В первую очередь тем, что, если я правильно поняла твой вопрос, то речь идет о спидцентрах как медицинских учреждениях, а мы благотворительный фонд. То есть есть спидцентр государственное медицинское учреждение, есть мы, спидцентр, благотворительный фонд. Это разные вещи с похожими названиями. Во-первых, к нам в любой день, включая выходные, можно прийти бесплатно и анонимно протестироваться на ВИЧ. И у нас периодически проходят лекции. За всеми анонсами можно следить на нашем сайте. У нас есть инфопортал. Лекции для людей, для сотрудников, для собственников. Для людей, конечно. Для всех. То есть это открытый формат лекций на разные психологические, медицинские, околомедицинские темы. Связанные с ВИЧ. На самом деле не обязательно. Одна из последних лекций у нас была по расстройству пищевого поведения. Тесты, лекции. Каждый день у нас в фонде проходят какие-то группы поддержки. У нас есть группа поддержки для наркопотребителей, для детей, родителей, алкоголиков, для транслюдей. И это как? Для людей, живущих с ВИЧ, собственно, основная группа, с чего все начиналось. Как в американских фильмах, да? Когда вы сидите в кругу, обсуждаете там проблемы, делитесь опытом. Ну, примерно так. Не настолько утрированно. Короче, это такое пространство, где они могут говорить о том, о чем не могли бы говорить где-либо еще. Плюс мы раз в несколько месяцев проводим школу молодого врача. Собираем медицинских специалистов, будущих медицинских специалистов со всей страны. Проводим конкурс, отбираем лучших. И здесь неделю они проживают за наш счет в Москве, и мы неделю обучаем их именно теме ВИЧ. То есть у вас за неделю человек получает больше информации о вирусе иммунодефицита человека, чем за несколько лет обучения к высшему темпу. Несравнимо больше, потому что за несколько лет обучения медицинским учреждением он несколько дней проходит, эту тему всего. Но этого недостаточно.